Всем привет! Сегодня у нас будет небольшой разговорный подкаст и это будут истории, которые связаны с кладбищем. Две из них, они произошли лично со мной. История первой, она произошла 31 октября во время Хэллоуина. Это произошло где-то примерно лет 8 назад. Я и один мой друг, мы пошли в этот день на кладбище в городе Якутске, на Вилюйское, чтобы пощекотать себе нервы. И кстати в этот день пошел свежий снег. И когда мы пришли на кладбище, получается мы начали идти по совершенно нетронутому снегу. И кстати есть одно такое якутское поверье, в котором говорится о том, что нельзя ходить на какие-то нечистые места. То есть это не связано, кстати, поверье было обязательно именно с кладбищами, оно было связано с нечистыми местами, где обитают злые духи. И там говорилось, что они могут последовать за вами по снегу. И поэтому рекомендовалось, если вы хотите ходить по таким местам, то нужно ходить именно без снега. То есть по траве, по земле и так далее. То есть оставляя не столь очевидные следы. И якобы нечисть всякая, она может последовать за вами. И вот мы идем с другом по кладбищу, проходим туда дальше, глубже. И конечно никаких следов нет вообще. Все было как снежное покрывало. И когда мы отошли от ворот где-то метров на 100, на 200, у меня друг почувствовал, что за нами кто-то идет. И он говорит, давай пойдем быстрее. И говорит, не оборачивайся. Мы шли, потом шли еще быстрее, еще быстрее. Он меня начал подгонять. И мы пошли уже очень быстрым шагом, но он говорил, бежать ни в коем случае нельзя. То есть это была просто такая вот его интуиция. Я на самом деле тайком оборачивался, никого за нами я не видел. Потом мы прошли в середину кладбища, там немножко постояли, посмотрели и начали разворачиваться обратно. И самое интересное то, что когда мы шли обратно, друг говорит, это чьи следы? Я говорю, ну наверное наши. И я смотрю вниз и вижу, что это следы мужские, скорее всего, судя по обуви. И это были точно не наши следы, с вероятностью 100%. Потому что у нас у обоих были военные ботинки и берцы. И у них очень такой характерный рисунок протекторов. А там обувь была, по-моему, даже как будто бы летняя. Потому что обувь и та, и другая, она была у них с гладкой подошвой, без протекторов. По-моему, даже очень такого достаточно классического фасона. То есть, я не знаю. Мне некоторые даже говорили, судя по моим описаниям, что мертвецов такую обувь хоронят. Ну, в летних туфлях, как правило. Вот. И мы идём, смотрим на эти следы и замечаем, что там ещё вместе с ними идёт кот. И это было очень странно, потому что кот шёл ровно с ними по одной линии. Как будто бы оно шло на привязи. Потому что... Потому что следы шли ровно. То есть, между следами двух людей шёл вот кот. И я сначала подумал, что это был бородячий кот, который просто пробежал параллельно этим следам. Но на самом деле нет, он шёл с ними прямо всю дорогу ровно. И самое интересное то, что мы никого на самом деле не видели на этом кладбище. Мы находились в середине. А в середине там нет высоких деревьев. Там очень много могил. И дорога, через которую проходили вот эти следы, она была у нас на виду. И на самом деле, если бы там кто-то реально шёл, имеется в виду воплотием, мы бы его увидели. Это точно. Потому что там очень солидный отрезок дороги должен был быть на открытом месте. То есть, как на ладони. И самое интересное то, что следы начинали с отворот. То есть, мы шли, смотрели на эти следы, смотрим. Они начались от ворот. А за воротами уже только исключительно наши следы. И больше ничьих нет. Я пытаюсь опять же логически думать, что возможно это какие-то шутники. Может быть они прямо как акробаты пошли по забор балансируя. И я пытался найти то место, где они запрыгнули на забор. То есть, это неизбежно. Они где-то должны были рядом оставить следы. Но следов не было. Такое ощущение было, как будто они материализовались прямо у ворот. И шли по нашим следам за нами. Вот такая вот история. История номер два. Она касается все того же кладбища. У меня в молодости... Ну ладно, в юности были очень интересные друзья. И у меня была одна подруга, которая практиковала вуду. И она должна была совершить какой-то обряд. И она меня попросила ее сопроводить на то же самое кладбище. И оказалось, что там мы тоже столкнулись с кое-какими интересными вещами. Во-первых, когда мы туда пришли, ну конечно же это было дело ночью. И это было дело в теплое время года, насколько я помню. То есть это точно не была зима. И когда мы пришли на нужное место, она знала, где у нее есть что-то вроде алтаря. Мы на него пришли. И когда она зажгла свечи и должна была провести практику. Кстати, в подробности этой практики я не был посвящен. Я не знаю, что это за конкретно была практика. Кажется, она была посвящена барону Самеди. То есть это вудуистское божество, которое отвечает в том числе и за кладбище. Оно носит шляпу и курит сигары. И это такой чернокожий мужчина с нарисованным на лице черепом. То есть это его такое каноническое изображение. И она зажгла свечи, собиралась начать ритуал. И вдруг мы начали слышать, как рядом кто-то ломает ветки в темноте. Я еще такой... Сначала, когда только услышал, я думал, что может быть это какое-то животное. Может быть белка там что-то делает. Потом, когда звуков стало слишком много, мы поняли, что там кто-то массово ломает сучи. И я еще подумал, может быть это запоздавшие работники кладбища. То есть там бывает, что землекопы там допоздна работают, например. Если у них какие-то срочные работы. Я такой думал, может быть они освобождают место под новую могилу. И там ломают засохшие ветви у ближайших деревьев. Может быть даже будут что-то пилить. Но там, видимо, никого не было. Но я слышал звуки. И самое интересное, что мы с подругой слышали совершенно разные вещи. Что тоже как бы намекает на то, что эти звуки, они не были прямо таким чем-то материальным. То есть я слышал, как двое молодых людей разговаривают. Слова я не мог разобрать, но они говорили весело. И вот ломали. И мне казалось, что именно они ломают сучи для костра. И при этом мы оба видели одно и то же с подругой. Мы видели зарево от костра. Самого пламени не видели, но видно было зарево. И видно было, что там есть какой-то огонь, по всей видимости. И я думал, что это ребята, они ломают именно для разведения вот этого костра. А подруга, ну мы с ней переговариваемся в режиме реального времени. А подруга говорит, что она слышит только одну девушку, которая что-то поет. И она напрочь не слышала двух молодых людей. Я считаю, что это вряд ли была какая-то слуховая галлюцинация или какой-то звуковой эффект. Потому что я прислушивался изо всех сил. Я вообще был, как сказать, трезвой, в здравом уме, в здравой памяти. И я еще при этом немножко передвигался. То есть, если бы это было из-за акустики, как-то разница в том, что мы слышим. Если бы это было связано с акустикой, то непременно что-либо поменялось. Вот. И самое интересное то, что мы так оглядывались, конечно, на то место. Потом уже перестали обращать внимание. Потому что мы поняли, что это, ну, что-то такое, как бы, выходящее за пределы нашего понимания. И когда она завершила ритуал, там костер в лесу, он погас. Как будто бы это были зарево от этих самых свечей. Вот это было самое интересное. После такого, конечно, можно уверовать, ну, достаточно многого что. Вот. Ну, вудуистами, конечно, не стал. История номер три. История, она довольно-таки интересная. Она уже абсолютно правдивая. И она основана на реальных фактах. У меня есть один товарищ, который рассказал эту историю. Ну, я в нее, ну, я в нее верю. И, кстати, в ней мистики особо на самом деле нет. В общем, на том же Вилючском кладбище, говорят, землякопы копали очередную могилу и наткнулись на лед. Но в Якутии это дело обычное. Мерзлота у нас пролегает достаточно близко к поверхности земли. И обычно я даже видел такое, что работники кладбища, они обсыпают землю углем. Зажигают его. И накрывают еще вот это место железным листом с дырочками, чтобы пламя там, ну, кислород могло поглощать. Но сам лист нужен был для того, чтобы он отражал тепло. И так они погревали землю. И вот они наткнулись на лед, и во льду они увидели очертания человеческого тела. И они начали его отдолбливать. И сначала они думали, что это был какой-то криминал, то есть это бесхозно, ну, незаконно захоронен труп, потому что он был без гроба. А с таким они не сталкивались. И они как раз таки вот моего приятеля позвали помочь отдолбить вот это вот самое тело ото льда. И они вместе, когда занимались этим делом, они аккуратно извлекли тело потихоньку изо льда. Да, это, конечно, было дело небыстрым. И оказалось, что это была женщина в военной форме. Причем в старой военной форме. Причем, как потом выяснилось, это была женщина в военной форме, кстати, даже не Второй мировой войны, а времен гражданской войны. То есть гражданская война, она в Якутии шла до 21-го года. То есть примерно в это время она была похоронена вон там, на этом самом месте. Я могу сказать то, что скорее всего это произошло при следующих обстоятельствах. Ну, это просто моя версия. Но она, ну, наиболее логичная, мне кажется. Возможно, эту женщину похоронили осенью, когда момент оттайки земли, ранней осенью, когда момент оттайки земли, он максимально, ну, максимальный. Когда земля в течение лета, она начинает протаивать, и вечная мерзлота уходит немножко глубже. И, видимо, когда мерзлота ушла пониже, эту женщину похоронили. И в это время еще, видимо, шли дожди, а потом уже ударили заморозки. И поэтому все тело, оно было в воде, потом оно заледенело. И вечная мерзлота, поднявшись зимой, она больше в том месте уже не опускалась. Ну, так сложилось. И, видимо, поэтому ее тело так хорошо сохранилось, потому что говорят, что она была практически как живая. То есть у нее сохранность была вообще абсолютно идеальная. Вот такая вот, как бы, игра природы. И бывают, конечно, различные мистические истории. То, что я сегодня рассказал, это точно не является плодом моего воображения, потому что на самом деле я мог бы рассказать массу совершенно других историй, которые касались бы других людей. То есть есть истории, в которых можно сомневаться, и у меня их достаточно много. То есть, в принципе, у меня нет смысла что-либо выдумывать. И то, с чем я сам лично сталкивался, я об этом, конечно, уже ранее рассказывал на моем телеграм, на моем ютуб канале. И, кстати, раз уж упомянул телеграм, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Он будет на ссылке. И там будет, конечно, публиковаться гораздо больше истории, потому что некоторые вещи, они идут исключительно в текстовом варианте. Ладно, всем спасибо за внимание. До встречи в следующий раз.